В Уральске будет разработан единый сити-код по оформлению улиц и фасадов и дизайну наружной рекламы. В Акимате города сегодня обсудили дальнейшее мероприятие по благоустройству. По словам заместителя Акима Мираса Мулкай, с ноября прошлого года по городу выявлено порядка 2500 проблемных вопросов по благоустройству. 79% из них краткосрочного характера. К среднесрочным отнесли текущий ямочный ремонт дорог, тротуаров, а по долгосрочным необходима подготовка проектно-сметной документации. За каждым отделом Акимата был закреплен конкретный участок. По внешнему виду, по основным магистральным улицам города, это наши проспекты, 3 проспекта Абу-Хайрхана, Назарбаева, Евразия, также улицы основные, Мухита, Курман-Газе, шоу, где расположены торговые дома, банки, рестораны, автозаправочные станции. Из них некоторых внешний вид благоустроено, наружное освещение и озеленение. Есть предприниматели, которые как положено сделали, но есть и замечания, которые требуют определенных вложений, доработок. Отдельный вопрос о освещении улиц и зданий. В дни новогодних праздников Уральск был рассвечен яркими огнями. Такое же требование остается и в будние дни. Пользуясь случаем просьбы этим управлением, как говорится, заложить средства и выполнить эти виды работы по подсветке зданий. Это поликлиники, больницы, филармония, библиотеки, соответствующим образом, первым кварталом 2020 года. На слайде мы показали здания предпринимателей, госучреждения, которые откликнулись на наши предложения и осветили свои здания. Можете ознакомиться, посмотреть. В этом году 15 тысяч светоточек планируют заменить на новые светодиодные. По озеленению улиц вопрос также актуальный, поскольку на многих социальных и бизнес-объектах напрочь отсутствуют зеленые зоны. Сейчас мы объявляем конкурс на озеленение. Два конкурса. Первый – это на многолетние насаждения. И второй – это на уход цветников и сквер в площади города Уральска. Почти на 500 миллионов в этом году. И здесь мы хотим, кто выиграл этот конкурс по уходу за зелеными осаждениями города Уральска, не только на один год, но и на трехколичных. Чтобы Уральск в 2020 году повысил собственную инвестиционную привлекательность, необходимо учесть и вопросы благоустройства, подчеркнула Кимгорода. В наступившем году в планах благоустроить для начала 10 дворов, установить 20 спортивных площадок во дворах, привести в порядок два сквера. Но все средства, здесь вот сидят коллеги, депутаты, знают, средств городского бюджета всем не хватит. Прошлый год мы закончили на уровне 54 миллиарда киге, годовой бюджет города Уральска. Из них 24 миллиарда – это наши собственные средства. Но вместе с тем у нас есть инженерные сети, которые необходимо, сейчас надо делать. Потому что без тепла, без воды и электричества, все равно, в первую очередь, это наши требования, наши жизни. Многочисленные субботники не дадут должного эффекта, если каждый сам не придет к порядку осознанно. Вместе с представителями КСК, владельцами бизнеса, руководством социальных объектов были обсуждены новые подходы в благоустройстве областного центра. Будет создан единый дизайн для центральных улиц, где учтут основные принципы. Это чистота, грамотность, наружные рекламы, освещение, озеленение и безопасность. В завершение заседания Аким города напомнил, что нынешний год богат на юбилейные даты и события. Поэтому призвал всех ответственно отнестись к благоустройству вверенных им территорий.